С 30 декабря анапские полицейские переходят в усиленный режим несения службы. Патрульно-постовые наряды будут приближены к местам проведения массовых мероприятий и особо важным объектам и предприятиям жизнеобеспечения. На охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности планируется задействовать 324 человека, в том числе 185 сотрудники полиции и 139 – это помощь общественности. То есть казаки-дружинники, сотрудники частных охранных организаций и представители муниципальной народной дружины. Вместе с полицейскими и казаками на круглосуточное дежурство заступят пожарные, медики и коммунальщики. Должно быть полностью отлажено беспребойное функционирование предприятий жизнеобеспечения и транспортной сферы, работа аварийно-спасательных формирований, а также обеспечение пожарной безопасности. Сформированы 10 аварийно-восстановительных бригад постоянной готовности, укомплектованные снаряжением и специальной техникой. Подготовлено к работе в праздничные дни насосно-силовое оборудование на водопроводных канализационных станциях, очистных сооружениях водопровода и канализации. Особое внимание и к обеспечению безопасности при перевозках детей. Отдел ГИБДД проверяет техническое состояние автобусов и проводит инструктаж водителей. У нас сколько сейчас детей находится? По состоянию на 8 декабря 234 ребенка. А у нас есть выезды предновогодние праздники? У нас в период 26-27 декабря массовые выезды детей. И вплоть до 5-6 января у нас детей не будет. 5-6 января у нас в ГИБДД по графику заезжают дети. 9-10 января заезжают в Голубом дети. Тему детской безопасности продолжила исполняющая обязанности главы Екатерина Боровская. Она отметила, что на период новогодних праздников и школьных каникул усилена охрана социальных объектов. В местах проведения праздничных мероприятий категорически запрещено применение любых пиротехнических изделий и использование открытого огня. Глава города поручил проверить все точки реализации такой продукции. И в завершении еще раз подчеркнул, новогодние выходные для всех городских служб и ведомств должны стать временем усиленной работы, чтобы праздники в Анапе прошли на высшем уровне и без ЧП. Ольга Родина, Александр Кореневский, Анапа-регион.